Ну давайте поздороваемся, все кто откликнется, кто готов уже слушать меня и принимать сегодняшнюю вебинару. Так, вебинар у нас называется «Объектно-ориентированное программирование». Сегодня мы поговорим о основе принципов объектно-ориентированного программирования, зачем нам нужно его применять, какие парадигмы мы будем использовать. Ну и познакомьтесь с какими интересными для вас новыми фишками. Стоит заметить, что вебинар этот непростой, он не для всех. Это вебинар, который в первую очередь подходит для тех, кто уже хорошо разбирается в языке программирования, кто знает основы, изучив их хорошо и готов двигаться дальше. Зовут меня Александр Владимирович, фамилия моя Каратанов. Ну, начнем. Так, первое. Что такое объектно-ориентированное программирование? Очень часто просто сокращают трех букв ООП, именно так его и называют. Редко говорят объектно-ориентированное программирование, все три длинные слова. Это не просто какая-то вещь, которую будут закидывать вас на собеседование. Это такая особая парадигма программирования. Если кто-то смотрел прошлый вебинар, там мы говорили о парадигме программирования. Структурное программирование, модульное. И вот одна из последних – это объектно-ориентированное программирование. Строится эта парадигма на объектах и классах. Что такое объектно-ориентированное программирование, что такое класс, мы сейчас с вами подробно посмотрим. Итак, класс в C++, в C Sharp, в Java и в других языках программирования – это абстракция, которая описывает методы, свойства еще не существующих объектов. А вот сам объект – это конкретный представитель некоторого класса. Ну, сейчас мы с вами рассмотрим подробнее это все на каком-нибудь маленьком примерчике. Объекты класса тоже часто называют экземплярами класса. Следует не путать понятия класса и объекта. Класс – это нечто общее, а объект или экземпляр класса – это частный представитель конкретного класса. Ну, давайте посмотрим. Ну, все, у кого есть Visual Studio, пожалуйста, попробуйте создать класс, запустите. Ну, если, конечно, вы еще с этим не сталкивались, если для вас это уже прошедшая тема, можете, конечно, это не пробовать. Для того, чтобы создать класс, вам нужно запустить Visual Studio, после этого щелкнуть на имени проекта, нажать кнопочку Add и добавить новый класс. Когда вы это сделаете, у вас он появится слева или справа, в зависимости от того, где у вас будет располагаться панель, где отображается все древо файлов, с которым вы работаете. Там появится ваш файл с именем того класса, который вы напишите. Ну, вот тут мы к этому файлу еще вернемся, для тех, кто захочет создать собственный класс. А пока посмотрим, как он будет выглядеть. Итак, выглядит он будет простым достаточно образом. Будет написано слово класс, потом будет написано имя класса, которое вы сами определите. Имя класса вводится пользователем, который он захочет. Такое, собственно, и ведет. Дальше, для полей класса могут устраиваться, назначаться определенные модификаторы. Это Private, Public, Protected, ну и еще некоторые другие, если мы говорим о C-Sharp, ну, что побольше будет, мы их потом немножко подробнее с вами рассмотрим. Далее, вот в таком виде выглядит объявление класса. Но это общий вид, я думаю, нам больше интересно посмотреть, как это выглядит в частном варианте. Так, этот пока в момент пропустим. C++ тоже пропустим. Мы вернемся к этому вопросу. Итак, вот сейчас на экране видите, как выглядит объявление класса в целом. Public, Class, Car, ну, предположим, мы его именно так назовем. При этом Public, String, Brand, это поле класса, в котором вы можете что-то хранить. Также у нас есть Public, InSerial, еще одно поле класса. Как видите, класс, это такая специфическая структура, которая очень похожа на, те, кто изучал язык Паскаль, на запись. Помните такую? Здесь вы видите, что внутри класса, который у нас называется машина, хранится два поля. Одно типа String, другого типа Int. Они объединены вместе. Но это пока описание класса. Если мы хотим конкретно класс создать, то нам нужно написать всего одну единственную строчку. Вот такую вот. Мы сначала описываем имя класса, потом описываем имя экземпляра класса, ставим знак равно, пишем меню, это операция для выделения памяти, и затем прописываем имя конструктора класса. Ну, что такое конструктор класса, мы сейчас тоже с вами обсудим. Давайте я пока вернусь к вот этому слайду, где идет создание класса. И все вы попробуйте, ну, конечно, те из вас, кто еще классы не создавал, или даже те, кто создавали, но с ними еще мало работали, попробуем создать класс. Как это делается, что для этого нужно сделать, собственно, все показано на экране. Создаем пустой консольный проект, например, или какой-либо другой проект на C-шарпе. Потом кликайте правой кнопкой мыши на проект, нажимайте Add и пишите класс. Ну, если у вас возникнут вопросы, или что-то захотите сказать, и у вас все получилось, вы мне напишите в чате, насколько у вас удачно или неудачно проходит этот процесс. Да, ну давайте немножко откатимся назад и поговорим, в принципе, зачем нам изучать объектно-ориентированное программирование. Почему мы не могли остановиться на чем-то более простом, на модульном программировании, на структурном парадитовании, но, во-первых, это достаточно модная концепция. Сейчас так называемые современные языки, хотя уже, наверное, нельзя говорить, что C-шарп — это очень современный язык, уже несколько, много-много лет, я бы даже так сказал, ну, для мира IT это достаточно много. И язык Java, они полностью объектно-ориентированные языки. То есть они построены на самой концепции ООП. Как вы думаете, почему люди из Microsoft, из других компаний, корпораций крупных, выбрали такую парадигму построения языка? Потому что она предоставляет очень мощные средства для программиста. И разработка программ в случае с парадигмой ООП ведется намного более простым и естественным для программиста способом. В то время как разработка программ с помощью структурного программирования или модульного программирования, она не всегда является удобной, не всегда является такой эффективной, как использование ООП. Ну, я надеюсь, что у кого-то получилось. Ладно, идемте дальше. И мы с вами рассмотрим методы класса. Ну, в том я снова вернусь к ООП. Я так понимаю, что буду показывать какие-то практические моменты и идти к каким-то теоретическим вопросам, рассказывать их. Я надеюсь, что я хочу полностью уроки, ну, где-то урок 18-й, и немножко попробую выйти за его рамки. То есть в 18-й уроке курса программирования для начинающих там, конечно, описано все очень неплохо и достаточно глубоко, но все-таки оно в рамках урока, а мы сегодня выйдем чуть дальше. Итак, что такое методы класса? Внутри каждого класса могут, помимо полей, которые мы с вами рассмотрели раньше, быть определены методы. Опять же, если сравнивать с записью, помните, рекорд в Паскале, то там, к сожалению, мы не могли работать с методами. А что такое методы? Методы — это функции, которые определенные внутри класса. Ну, представьте себе обычную самую функцию, но она внутри класса находится. Это может быть и процедура. Как вы помните, процедуры — это те же самые функции, которые просто возвращают пустое значение. То есть процедуры, которые объявлены с ключевым словом void. Итак, метод — это функция, которая находится внутри класса. Зачем нужны методы? Методы позволяют, в основном, обрабатывать те поля, которые находятся внутри класса. Все еще я их для этого использую. Здесь вы видите, как был определен метод стримкинпа, который, соответственно, возвращает значение марки и бренда автоматически. Ну, это все по 18-му уроку. Там как раз это все и написано. Ничего нового для себя, никто, я думаю, не нашел, из тех, кто прочитал внимательно этот урок, но которые еще до него не дошли. Вот есть возможность познакомиться с тем, что будет дальше. Там это все несколько деталей, но будут уже описаны. Итак, мы написали два поля и написали метод, который работает с этими полями. Вот, собственно, наш класс. Давайте пойдем дальше и посмотрим на структуру. Структура – это еще один вариант того, что вы можете применять в объектно-ориентированном программировании. Вы можете применять классы, которые мы видели здесь, класс. Или структуру. Различие между структурой и классов мы расскажем чуть дальше. Итак, вот мы объявили структуру, объявили у нее три поля и создали метод. Этот метод возвращает нам наименование, книги «Как зовут автора» и год издания. Вот, собственно, такой метод у нас есть небольшой. Как видите, класс и структура позволяют объявить внутри себя данные и методы их обработки. Дальше. Давайте посмотрим, как, наконец-то, использовать структуру или класс внутри нашей программы. Если до этого мы описывали ее где-то внутри глобального пространства имен, вот эта структура или вот этот вот класс, они должны быть описаны внутри глобального namespace, с которым мы работаем в нашем проекте. А уже внутри функции main мы можем работать непосредственно с классом или структурой, которую мы описали раньше. Здесь мы пишем имя нашей структуры. Вот у нас будет имя букв. При этом букв с большой буквы – это у нас название нашего класса. Давайте посмотрим предыдущий слайд. Название класса. А на следующем слайде у нас уже идет название нашего класса, а вот это вот, что у нас, бук с маленькой, как это называется? Мы уже сегодня прошли, так сказать, эту тему. Как называется то, что написано через пробел? Кто-то сможет мне ответить? В два слова. Ну, порадуйте меня. Ну, пока я буду хранить молчание, я вам не расскажу, а вы попробуйте все-таки это. Правильно. Так, Наталья молодец, справилась. А остальные, вас же очень-очень много. Уже почти 10 человек. И вы не хотите меня быть. Это объект структуры или объект класса. Но в данном случае мы работали со структурой, поэтому это объект структуры. Или экземпляр структуры. А вот здесь идет обращение к полю. И мы напрямую полю задаем некоторые значения. Мы задали значение «Война и мир». Строковая константа. Почему строковая константа? Потому что на прошлом стадии мы объявили это поле строковым. Сначала string name, и потом string after. Это два строковых поля. Соответственно, здесь мы их задаем строковыми константами. И задали еще год. А дальше мы вызвали метод. Метод, который, собственно, все эти данные возвращает на экран, который мы раньше задали. Смотрите, мы его вызываем. Для того, чтобы его вызвать, мы используем круглые стопки. Ну, как, собственно, и всегда мы вызываем что-то на выполнение. До этого для всех трех полей и метода шло обращение. Обращение шло через экземпляр класс. То есть мы писали имя экземпляра класса, ставили точку, и потом добирались до поля, либо добирались до имени метода. Если вы сами попробуете написать подобный код, вы заметите, что оно и так у вас появится на экране. Когда вы поставите точку, выяснится вот этот список name, author, e или info, и вы сможете что-то выбрать. То, что вам будет интересно. Дальше. Вот на предпоследней строчке есть другой вариант создания экземпляра класса. Если до этого вы создавали экземпляр класса в первых строчках вот таким вот образом, то здесь он создается вот так вот. В чем заключается разница? Ну, вот это у нас уже с вами было. Я быстренько пролистал. Итак, если вы будете создавать экземпляр класса, используя операцию выделения памяти new и запуск конструктора класса, то в этом как раз и будет главная отличие, что будет запущен конструктор. будет запущен конструктор, и вы сможете не прописывать все, что у нас было здесь прописано, а записать вот эти все три поля внутри конструктора. Тогда он вызовется прямо вот здесь вот, и не будет необходимости прописывать поля самостоятельно. Они, два этих варианта создания экземпляра класса практически равноценны, но, по-моему, небольшие различия есть. Итак, мы узнали, в общем, что такое класс, что такое структура, еще не совсем осознали между ними разницу и между классами структурой, но знаем, как их создать, и знаем, как заполнить поля внутри класса или структуры, а также знаем, как вызвать метод из класса или структуры. Сначала нужно создать экземпляр класса, а потом через его имя вызвать какой-то метод или добраться до такого-то поля. Ну, потом я расскажу, почему нам надо добраться до полей, вот так вот прямо в ум, но это будет что-то дальше. Итак, давайте посмотрим, в чем же различие структуры и классы. Это различия для C-шарпов. Так, на всякий случай, если вдруг кто подключился с середины, и он не знает, про какой язык мы говорим, в основном мы будем говорить про C-шарп. Если вдруг про другой язык что-то появится, я конкретно об этом скажу. Итак, структуры в языке C-шарп — это типозначения. Классы — это ссылочные типы. Соответственно, структура передается, присылается по значению, а класс по ссылке, все поля точно так же передаются, присылаются по значению у структур, а у класса по ссылке. То есть у класса значение передается по-другому, не так, как у структуры. Кроме того, различаются места, где хранится структура и где хранится класс. Структура хранится в стеке, а класс — в демонической памяти. Иначе ее называют кучей. Мы с вами тоже уже рассматривали по поводу устройства памяти, что такое куча, что такое стек. Отличия вы уже должны знать. Ну, идемте дальше. А вот тут как раз написаны наши славные спецификаторы доступа. Тут их еще три, в C-шарпе их несколько больше, но с остальными пока вам еще рано немножко обнакомиться. Итак, давайте рассмотрим самые основные. Самый часто употребляемый в вами модификатор будет модификатор public. В C-шарпе он прописывается перед всеми полями и методами, которые мы хотим использовать. То есть хотим использовать где-то в программе извне string name, вот это вот поле name. Тогда нужно его описать как public. Если же мы не будем описывать его как public, то вот так вот написать book.name присвоить войной мир мы не сможем, если он не будет описан как public. Только в этом случае мы получим к нему доступ. Итак, получили доступ, можем что-то записать. Для полей, правда, в основном устанавливается другой спецификатор доступа, а именно private. То есть доступ к полю будет разрешен только из тела класса. Таким образом, вот здесь вот программа работать не будет. На этой строчке нам будет с ошибкой. Он не сможет компилировать эту программу, так как к полю мы не можем получить доступ, так как он будет объявлен как private. Однако, вот здесь вот, внутри метода info мы сможем получить доступ к полю name. Даже здесь он будет объявлен как private, потому что внутри класса доступ есть всегда. А вот извне уже доступа не будет. Ну, и спецификатор доступа protect, это последний, который остался, он используется при наследовании. Ну, вы его, скорее всего, не будете применять, но я могу рассказать, что... Как он работает? Он работает как private для текущего класса, а в классе наследники он уже будет работать точно так же, как и public. Вот и все. То есть, это такой промежуточный между private и public спецификатор доступа. Идемте дальше. Рассмотрим, какие парадигмы ООП бывают. Для всех слушателей хочу заметить, что это один из самых популярных вопросов на собеседовании. Нажмите, пожалуйста, парадигмы программирования. Парадигмы ООП. Итак, первое, это инкапсуляция. Следующее, это полиморхизм. Кто-то может продолжить? Давайте. Может, кто-то все знают парадигмы. Сколько их хотя бы? Две, одна, ну, явно уже не одна. Семь. Три. Три. Ну, давайте посмотрим. Итак, следующее, это наследование. Я все назвал? Ну, на самом деле, обычная, помимо этих трех, выделяет еще четвертую парадигму, которая является парадигмой над всеми этими парадигмами и, как бы, включает одну в другую и называет ее простым словом абстракция. По поводу трех парадигмов ООП, действительно, в большинстве литературных наставщиков еще лет 7-6 назад писалось, что парадигма ООП три. Но сейчас принято говорить, что именно четыре. И вот так их называют инкапсуляция, полиморфиза и наследование. Так что, если вы сможете ответить на такой вопрос и называть все четыре, вам будет такой маленький-маленький плюсик. Итак, с парадигмами мы определились, с названиями разобрались. Теперь нужно узнать, что же там внутри, что скрывается под этими страшными словами. Начнем с первого. Итак, инкапсуляция. Инкапсуляция — это свойство, которое позволяет объявить в классе данные и методы, работающие с ними, и скрыть детали реализации от пользователя. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Здесь дан код C++, но он не сильно отличается от кода на C-шарпе. Если вы берете здесь двоеточие, то получится фактически то же самое. Итак, у вас есть некоторое значение value, которое вы не сможете менять. Видите, мы его сделали протектором. И добраться до него мы сможем только через методы класса. Source class — это конструктор, который позволяет его установить. И метод show value, который позволит нам вывести его на экран. То есть напрямую задать значение value мы не можем. Мы сможем задать его только тогда, когда создаем класс, и вывести на экран только с помощью метода. Напрямую мы к нему обратиться не сможем. То же самое вы могли бы реализовать и раньше что-то оп-оп-оп вот здесь вот. Если бы вы объявили переменную в поле name как private, то добираться через него вы смогли бы только через методы. Вот, например, book.info метод, который выводил все поля на экран. То есть только таким образом вы бы смогли добраться до поля name и вывести его на экран. Ну, а установить можно было бы, например, используя конструктор. Либо написав свой собственный метод. Так, с инкомпуляцией, я думаю, мы полями не определились, как она выглядит. А остался вопрос, зачем? Зачем она нужна? Дело в том, что часто, когда вы задаете значение какой-то переменной, ну, в данном случае поле класса, нужно не просто взять и присвоить одно значение, одной переменной некоторое значение, а еще проверить, что же там лежит, что хотят присвоить. Если это значение неправильно, выходит за какие-то рамки, за какие-то границы. Если вам нужно как-то вот пересчитать, тогда в идеале используя методы. Внутри метода вы не просто будете присылать одно значение другого, вы проверите, например, попадает это за число в необходимый вам диапазон или нет. Ну, например, есть студент, и у него есть поле оценка. И вы ставите ему оценку в 14 баллов, которые превышают максимально допустимое значение. Предположим, вы могли ему поставить только 5 баллов. Для этого как раз у нас и существует инфабсуляция. Мы постановку оценки проведем через метод. Зазадим метод, в котором будут проверять, попадает ли число в один диапазон. Если не попадает, то либо его загнать в этот диапазон, например, сказать, что если число больше 5, то присвоить 5. Либо просто запретить это присваивание. Вернуть, например, что присваиванию удалось hold как-нибудь так. И оставить значение, которое было. Вот. Это инфабсуляция и то, как она используется. Наверное, все понятно. Давайте пойдем к следующему свойству. С инфабсуляцией вроде бы просто. Все способны объяснить, как с ней работать, зачем она нужна. Итак, мы скрываем поля, но оставляем методы, которые позволяют с ними работать. В то же время пользователь всех этих методов, более того, не только пользователь, но и программист, который в дальнейшем использует вас в класс, он может видеть методы, которые вы реализовали, но при этом он не видит внутреннюю структуру того, как это все работает. А ему это удобно, ему это, знаете, не надо. Ну ладно. Это была инфабсуляция. Одно из самых простых принципов ООП. Мы переходим, пожалуй, к следующему. Инфабсуляция – это механизм контроля доступа к данным. Итак, наследование – это следующее свойство, следующий принцип ООП, который позволит, позволит и позволяет намного упростить процесс программирования. Представьте, что у вас есть некоторый класс геометрический, геометрический фигур. Вот вам нужно создать несколько геометрических фигур. Точку, раз, предположим, нужно создать помимо нее еще треугольник, квадрат, треугольник и так далее. Как вы понимаете, можно, например, для каждого из них написать свой собственный класс. Никак их не связывать. Будет класс треугольник, класс квадрат, класс точек. Но намного проще, намного проще и удобнее сначала создать некоторый базовый класс. Предположим, класс точек. Когда вы создадите и зададите к нему какие-то базовые поля, то следующий класс, который вы будете создавать, вы можете его обвинить как класс наследний. Например, у вас был класс точка, а вы создали класс прямоугольник. И у класса точки был метод move, который позволял перемещать точку по экрану. Теперь этот метод move также будет у класса прямоугольник, и он позволит переместить нам прямоугольник по экрану. Нам не нужно будет писать дополнительный код. Хотя, с другой стороны, с прямоугольником там будет не все так сложно. Ну, например, не метод, а свойство. Например, цвет. Вот вы описали точку и задали есть цвет красный. Просто поле цвет создали, потом это же поле с помощью наследования появляется у прямоугольника, если он будет наследовать. И вам уже не нужно самому прописывать это поле. Ну, вот как это выглядит. То есть, у вас есть класс, некоторые, которые вы описали раньше, вторых класс, а есть другой класс, который вы написали потом. Если вы опишите его через двоеточие, это защищает, что класс номер 2, который вы описали позже, получит все то, что есть у первого класса. Тем самым, вы сокращаете количество кода, ну, и строите красивую иерархию класса, которую вы, дренечник, можете использовать. Так, да, вот то, что я пытался рассказать. Вот у вас есть фигура, у нее есть метод draw, нарисовать, рейс уничтожить, передвинуть, получить цвет, юстинитет. Эти методы абсолютно одинаковые для трех разных фигур, для окружности, квадрата и треугольника. Зачем писать пять методов для каждого из этих классов? Когда можно написать эти все пять методов для одного единственного класса, для класса фигура? А потом размножить их на вот эти вот три класса. И не нужно при этом их копировать, вставлять внутрь других классов. Достаточно просто написать, что эти классы являются наследниками других классов. И все. вы уже сможете их использовать. Так. Ну, давайте посмотрим теперь самый-самый сложный из принципов ООП. Вот, самый объемный. Это полиморфизм. Полиморфизм это способность функции, ну, или в случае с классом метода обрабатывать данные разных типов. Давайте посмотрим, какие же бывают методы полиморфизма. Они бывают трех разных видов. Ну, что-то не хочет ее показывать на экране. Итак, полиморфизм бывает ad hoc полиморфизм, параметрический полиморфизм и полиморфизм подтипов. Вот, последний полиморфизм подтипов это и есть тот полиморфизм, который используется в ООП. да, называть все виды полиморфизма это задача нелегкая. Особенно для тех, кто только-только входит в изучение программирования, его эти слова должны напугать. Но вас, я надеюсь, все-таки еще не испугали, коль у нас количество слушателей вебинаров все увеличивается, увеличивается. Давайте рассмотрим это непростое слово. Итак, полиморфизм от греческого поли много и форм форма. Много форм для одного и того же кода. Полиморфизм позволяет писать более абстрактные программы и повысить коэффициент повторного использования кода. То есть вам не нужно писать в очередной раз какой-то код собственно и в наследовании вы намного сокращаете свою программу. Дальше. Как реализуется полиморфизм? Полиморфизм реализуется как раз с помощью наследования классов и виртуальной функции. Ну сейчас мы рассмотрим это на примере после того как изучим абстракцию. Сейчас быстренько по абстракции пробежимся и вернемся в полиморфизм. Абстракция это собственно четвертый принцип ОП. это способ выделить набор значимых характеристик объекта исключает из-за рассмотрения незначимые. Итак представьте себе у вас есть задача создать абстракцию для класса человек. Какие бы поля вы выделили? Ну набрасывать мне что-нибудь какие-нибудь идеи. Итак класс человек что у него может быть? в первую очередь что вторую третью четвертую какие-нибудь поля сущности полу хорошо что еще кроме пола у него есть рост тоже верно ну вес пока в том же направлении но правильно возраст с возрастом не так все просто я бы писал не возраст а дата рождения это более абстрактно потому что если вы так напишите возраст и у вас будет много экземпторов сущности вам придется каждый когда у кого день рождения заходить в вашу программу и менять мозги ну тут тяжелее давайте брать то что мы можем измерить конкретно ну например уровень IQ тогда да а вот так вот мозги слишком общие вы уж слишком ушли на чрезмерно высокий уровень абстракции давление цвета волос вот про давление я бы даже сам не подумал очень неплохое замечание цвет волос помимо цвета волос еще можно сказать например цвет глаз ну цвет кожи она не очень поликорректно но расу можно переуплевать чтоб еще такого вспомнить да пол был уже уже про него вспомнили ну давайте все таки еще брать температуру ну я надеюсь что у большинства она будет 36 но все может быть и так осталось у нас все таки данные я бы сказал паспортные то есть конкретно паспорт серии номер именикационный код еще фамилия имя отчества адрес проживания чтобы там наличие машины и как она называется опять же наличие водительских прав страна проживания национальность ну даже все не перечислишь но вот когда мы выделяем вот эти вот характеристики мы берем и да вот занимаемся абстракцией мы выделяем набор значимых характеристик объекта вот так вот когда вы смотрите на своего соседа слева справа или там свою супругу или друга вы вроде бы так его не рассматриваете там цвет волос рост пол температура а вот если нам нужно как-то его каталогизировать загнать в какие-то рамки характеристик которые мы сможем его описать то да нам такой подход подходит и это подход объектно-ориентированного программирования создать поля в которых мы будем хранить все эти значения которые мы только что пробовали с вами выделить итак это был принцип под названием абстракция вероисповедование да да тоже туда же вот про него даже не вспомнили видите как хорошо но опять же можно туда же и знак зодиака отнести хотя тут спорный вопрос если мы знаем дату рождения стоит зато нам хранить знак зодиака о нем мы же можем написать метод который определяет знак зодиака по его дате рождения правда же ну характер это опять же особенно общее давайте не характер а тип темперамента вот сангвиник холерик флегматик да это хороший вариант так ну с абстракцией вроде бы определились да еще тут стоит замечательно хорошее замечание в том что абстрагирование это не только ОП абстракция присутствует практически во всех других парадигмах программирования но этим все равно занимаемся когда выделяем какие-то ключевые характеристики для каких-то сущностей например при разработке баз данных вы этим часто будете заниматься если конечно будете работать базовыми данных между прочим 19 урок как раз им посвящен но для тех кто уже прошел 18-18 так о вот они снова эти полимархизмы всем опять же замечу что знание того какие бывают виды полимархизма и чем они отличаются друг от друга это для вас большой плюс на собеседовании итак ad hoc полимархизм означает что будет исполняться разный код для разных типов параметонический полимархизм наоборот говорит о том что код который вы будете исполнять будет абсолютно одинаковый для всех допустимых типов аргументов ну и полимархизм подтипов это как раз OOP полимархизм говорит о том что можно использовать объекты с одинаковым интерфейсом без информации о том что же там внутри хранится этого объекта ну давайте теперь посмотрим конкретно каждый из видов поймем что это такое как ad hoc полимархизм это страшное латинское выражение переводится всего лишь к случаю иногда его переводят еще как специальный полимархизм или специализированный полимархизм а бюро это очень простое определение один интерфейс много реализации представьте себе вы взяли какой-то продукт достали из холодильника не глядя вытянули что-то и потом вам дают команду ешь и вы для любого съедобного продукта сможете его съесть но вы по-разному будете есть например яблоко или жесткое мясо или даже не знаю что или мороженое что-то вы будете кушать с помощью ложечки что-то вы будете кушать с помощью ножа и вилки что-то вы будете просто грызть то есть кушать вы будете по-разному но сам метод есть кушать это явство у вас всегда будет вызываться один и тот же а вот как он будет реализовываться что там внутри это еще непонятно это зависит от того что же попало как аргумент в метод кушать это пример адхок полиморхизма я надеюсь вы его смогли осознать так да в адхок полиморхизме на самом деле есть два подвида это перегрузка и переведение типов приведение типов тоже относится к полиморхизму ну с перегрузкой вы должны были быть знакомы вот тут приведем пример как оно будет работать например нам нужно посчитать объем чего-то и объем куба мы считаем просто перемножив три стороны его высоту ширину и длину объем цилиндра мы считаем используя число пи а объем кубоида мы считаем немножко по-другому вот потому что там ширина высота и длина может отличаться в отличие от объема куба куба все ширина высота и длина будут одинаковы и вызывать мы будем их тоже по-разному но сами методы или функции будут называться абсолютно одинаковые все три названия одинаковые это и есть классический ad hoc полиморфизм или полиморфизм если вам объяснение не очень было понятно по поводу еды то я надеюсь хотя бы это объяснение вам позволило разобраться что же такое ad hoc полиморфизм не так ли да давайте ну это сложный момент смотрите вот здесь у нас был один аргумент здесь два здесь три помимо такого варианта реализации мы могли сделать реализацию с множеством аргументов но это давайте не будем сейчас рассматривать потому что несколько выйдет за рамки нашего вебинара и мы его даже сегодня не закончим так давайте следующий момент это приведение типов с приведением типов вы уже все должны были быть знакомы вы его даже использовали иногда явно иногда явно все же помню как работает неявное преобразование как работает явное преобразование давайте кто-то мне сейчас попробует число 314 преобразовать к типу инт явным образом вот как преобразовать это число явно явно к типу интеджер может написать чудную формулку нет виталий пока не то итак как работает явное ну немножко вам помогу следующий слайдик ну не совсем присвоен к типу инт ну можно можно но давайте все-таки будем использовать явное преобразование а не явное я показал явное преобразование вот здесь это неявные приведения типов ну вам в принципе они должны быть знакомы работа с интеджером лод значений и попытка их сравнения да тут небольшие ошибки происходят какие-то да потому что если сравнивать вот такие вот вещественные числа то может не случиться ошибка ну ладно вот так вот сработает явное приведение вам нужно было написать всего лишь следующее вам нужно было поставить скобочки написать 3.14 3.14 и тут конкретный некоторый тип но предположим мы работаем с совочисленным типом то есть вот это вот явное приведение к совочисленному типу вас понимали так вот еще что от вас спросить да да итак вот здесь вы можете посмотреть на то как выполняется явное приведение типов ну это на языке C вот как вы знаете язык C-Sharp у него есть обратная соединительная с языком C то есть все что там было написано на языке C-Sharp поддерживается и вот такую вот конструкцию вы можете спокойно написать на языке C-Sharp ну перейдем к следующему варианту полиморфизма это параметрический полиморфизм давайте поговорим о нем как он работает как он выглядит что это такое во-первых параметрический полиморфизм выходит за рамки ООП это уже не просто тот полиморфизм который есть в объектно-ориентированном программировании это единственный да это один из видов полиморфизма но он не относится к объектно-ориентированному программированию но мы с вами его рассмотрим чтобы знать что это такое итак ООП обычно его называют обобщенным программированием и реализуется с помощью шаблонов класса и функций вы уже должны были познакомиться ну те из вас кто прошли чуть-чуть дальше с тем что такое шаблоны вот и ну а кто не познакомился это не страшно потому что для того что значит это ООП да было бы неплохо значит это такое шаблоны но они несколько выходят за рамки понимания объектно-ориентированного программирования это уже несколько другое итак как это выглядит ну вот вам пример реализации шаблона функции на языке C++ на сешатый будет похоже но немножко по-другому итак пишется слово template потом type name и тут опять же любые буквы можно было написать ну предположим T написали это имя типа который будет использоваться в дальнейшем а дальше как видите мы с помощью этого шаблона написали функцию которая вычисляет максимум из двух аргументов и ее может иметь как для типа integer так и для типа floor конечно у параметрического полиморхизма есть много плюсов мы написали вход в ну тут конечно больше чем 4 строчки тут целых 4 6 7 строчек да для этой функции и эта функция работает для всех абсолютно всех типов которых она может работать это удобно но у нее есть у этого вида параметрического полиморхизма есть один очень большой минус а именно когда вы прописываете вот один такой шаблон функции компилятор самостоятельно за вас вам да не нужно работать но он генерирует кучу таких же функций уже конкретно для типа интегр для типа дабл и так далее таким образом когда происходит подбор одного из вариантов вот эту функцию вызвать или нет компилятор очень долго перебирает так а что же нужно вызвать вот здесь max интегр или вот здесь max интегр и какой из максов нужно вызвать таким образом программа которая основана на шаблонах будет работать дольше чем программа которая эти шаблоны не используют но с другой стороны правный код станет намного намного меньше более компактным так что думайте что вам более важно что более интересно и нужен для вам параметический полиморфизм ну и последнее что у нас осталось это собственно полиморфизм подтипов это как раз то что обычно принимают под полиморфизм объект ориентированного программирования мы можем спокойно использовать некоторый объект не знаю какой конкретно у него должен быть и есть тип ну вот предположим такой небольшой примерчик это на сушарке да предположим у нас есть кошка которая относится к классу животные и собака и мы вызываем метод сказать что нибудь толк для каждого из этих классов а что будет вызвано мяу или пу гав по-нашему нас совершенно не волнует компилятор справится за нас программа справится за нас и вызовет соответствие с типом который у нас есть вызовет метод толк для какого-то представителя из семейства классов animal для кошки или собаки вот это есть полиморфизм подкипа ну дальше у нас еще есть несколько интересных делений а именно статический и динамический полиморфизм но давайте не будем сейчас погружаться еще в эти моменты потому что совсем-то испугаетесь объектно-ориентированного программирования и посмотрим еще немножечко правного кода а именно кода связанные с работой с виртуальными функциями предположим у нас есть класс person в данном случае структура person мы создаем класс наследник структуру студент вот это у нас классическое наследование таким образом у студента уже есть имя есть возраст и есть два поля которые позволяют хранить эти значения а также есть методы которые позволяют нам вернуть эти значения дальше у студента мы немножечко модифицировали метод name кем возвращать не просто имя а подписывает что студента зовут студент и дальше идет его имя кроме того у студента появилось новое поле университет и новая строка новое поле университет которое хранит точнее возвращает значение университета это у нас был код на c++ и вот то как мы с ним будем работать мы создаем студента пишем что он строил и в результате на выдаст ну здесь профессора строил должно выдать студент строил если мы создаем person то выдаем просто стро чтобы это устранить мы можем использовать виртуальные функции это особый специфический механизм который позволяет работать с динамическим полиморфизмом вот внизу динамический полиморфизм тогда то что будет вводиться на экран будет определено только в процессе выполнения программы а не заранее это и есть динамический полиморфизм но давайте пока еще поговорим о общих словах не так вот справа вы видите диаграмму класс это наше любимое наследование мы с вами разобрали и мы с вами уже пили зачем оно нужно оно нужно для того чтобы не использовать повторно код который мы написали то есть мы написали какие-то какой-то необходимый нам код для класса животных этот код сможет использовать для класса волк для класса рыбка и для класса золотая это зачем нам нужно наследовать зачем нужна инкапсуляция мы тоже с вами разобрались для того чтобы не задавать те значения не задавать такое значение поля которая не может существовать, или которую нам предварительно нужно как-то обработать, для того, чтобы мы напрямую не добирались до полей некоторого класса. Ну, а полиморфизм нам нужен для того, чтобы со всеми методами работать одинаково. То есть, когда мы вызываем метод кушать, он будет вызываться и работать. Работать будет по-разному, но мы можем вызвать метод кушать и для волка, и для рыбки. А что же там будет выполняться, это зависит, мы его вызвали для волка, для рыбки, и также зависит от того, что конкретно они пытаются съесть. Вот это наш любимый полиморфизм. Ну, и к общим словам, зачем нам нужно ООП, и нужно ли нам оно вообще? Первое. Программы, которые построены на парадигме объектно-ориентированном программировании, их много, очень много. И сейчас практически все современное правообеспечение пишется именно на этой парадигме, на парадигме объектно-ориентированного программирования. Однако, это не означает, что совсем все программы пишутся на ООП, и что без него никуда. У объектно-ориентированного программирования есть очень много минусов, очень много недостатков. Ну, точнее, некоторые говорят, не недостатки, а ограничения, может быть так более корректно. Код, который поддерживает парадигму объектно-ориентированного программирования, он избыточен. Он местами сложен. Он не оптимален. Если вы хотите создать очень быструю, хорошую программу, то, скорее всего, объектно-ориентированный подход, это не ваш. Вам-то не следует его использовать. Однако, если вы работаете в команде, если у вас работают над проектом 2, 3, 4, 5 или 40 человек, то, скорее всего, с 99% вероятностью вам нужно будет использовать подход ООП для того, чтобы структурировать все, что вы делаете, для того, чтобы правильно все это оформить, для того, чтобы распределить задания между различными членами команды разработчиков. Тогда подход ООП – это то, что необходимо для разработки и для программирования. Вот основные моменты, которые я хотел бы вам сказать. Не гонитесь всегда и всюду использовать объектно-ориентированное программирование, однако знайте, что в большинстве программ, которые вы будете писать, без объектно-ориентированного подхода никуда. Кроме того, знание того, что такое ООП, зачем оно нужно, как его применять, как ясные принципы ООП, инкапсуляция, наследование, полиморфизм и абстракция, без этого вам никуда. Ну, на этом, я думаю, будем заканчивать. Там еще есть небольшие примерчики, о том, что такое чисто виртуальный метод и так далее, но это уже выходит далеко за рамки урока объектно-ориентированного программирования, зачем это нужно. И я хочу вас поздравить с тем, что для себя сегодня вы открыли вот эти вот четыре парадигмы ООП, с ними разобрались, узнали, зачем они нужны, как с ними работать, что это такое. Если вдруг будете забывать, возвращайтесь к этому видео-уроку, к этому вебинару. И всего вам хорошего. До новых встреч.